Состоялся второй национальный телекинофорум «Родные тропы». В нём приняли участие представители из 50 регионов России. Мероприятие прошло в Московском Доме национальности и длилось 4 дня. На торжественном закрытии побывала наша съёмочная группа. Мы нужны друг другу, и уже, знаете, ощущается такое крепкое единство, это здорово. И я очень рад, что в это единство свой клад вносит вот этот фестиваль «Родные тропы». Родные потому, что объединяют вместе разные народы и национальности. А их в России, согласно данным последней переписи населения, более 190. И каждому в рамках этого телекинофорума была предоставлена возможность рассказать о своём крае, о его уникальности, истории или проблемах. Перед тобой за какие-то дни предстаёт вся Россия. Причём вот Россия, которая в поиске находится, да, вот этих своих троп, своего языка, о котором они могут сказать, да, язык очень разный. Несмотря на различия, объединяет участников фестиваля «Родные тропы» одно – любовь к своему краю, народу. Этот телекинофорум второй, и судя по тому, какой он меньше, чем за год набрал популярность, можно с уверенностью сказать, не последний. По сравнению с прошлым годом, работ на конкурс поступило минимум вдвое больше. И даже среди номинантов оказалось более 60 работ. За четыре дня жюри оценить, конечно, было очень сложно эти работы, но мы, надеюсь, справились, поскольку от номинантов, по крайней мере, не поступило никаких возражений. В телекинофоруме «Родные тропы» принимали участие более 50 регионов со всей России. Работы оценивались по пяти номинациям. Лучший документальный фильм о выдающейся личности, лучший этнографический проект о родном крае, лучший медиапроект об истории родного края, лучший краеведческий медиапроект. Особенно члены жюри отметили работу «Собиратели морской травы». Фильм назвали лучшим экологическим медиапроектом о родном крае, созвучно с Годом экологии в России. «Редкая возможность, которую вы представляете зрителю, поразмышлять вместе с вами, с вашими героями, и конца этого фильма просто нет, он бесконечный». «Это фильм о мужиках, которые на соловках косят морскую траву, морскую капусту с лодок. Почему я выбрала эту тему? Во-первых, потому что это красиво. А во-вторых, потому что это настоящая жизнь, которую мы сейчас не так часто можем увидеть». К сожалению, увидеть работы участников телекинофорума могли только члены жюри. Зато для всех остальных была организована насыщенная событиями и эмоциями программа. «Это очень здорово, это классно, это нужно, это полезно. И в первую очередь полезно для тех журналистов, которые работают с различными национальностями, продевающими на территории России, и плюс с национальной культурой». «Родные тропы» – уникальная площадка для обмена опытом в сфере кино и телевидения профессионалов и любителей. Мероприятие дает возможность рассказать о своем крае через призму дружбы народов и национальностей. «Если так разобраться, любой фильм о нашей стране можно вписать в одну из номинаций. Вот любой. По-моему, мы нашли уникальное такое сочетание пяти номинаций, и вся наша страна в документалистике, как на ладони». На торжественном закрытии организаторы мероприятия пожелали участникам и номинантам творческих успехов и неиссякаемой энергии. А также выразили надежду на то, что следующий телекинофорум «Родные тропы» соберет еще больше ярких проектов и интересных людей. Мария Лапчева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.